ну вот друзья здесь вот эти самые прекрасные мирину воли очень такие знаете толстого теньки флис вот он смотрите какой толстенький пушистый с обеих сторон буду делать вот именно кофточку которую такая знаете легкая без капюшончика вот просто как одеть под всякие теплые или или софтшель или лодан под низ одевать вот такую как вот вязаную кофточку быстро я сейчас сошью такую красивенькую кофту еще не знаю какие кнопки возьму так чтобы кнопки не разрывали между всю историю здесь такую по идее хотела просто джерзи кнопочки взять но они бывают разрезают ткань поэтому подумать сейчас будет ну и в первую очередь а может и здесь я просто проколю на краем может и здесь сделаю тоже кнопочки тогда она будет лучше держать экспериментировать быстро я сошью сейчас счет буквально очень шустро не покажу что из этого выйдет ну вот друзья вырезала по выкройке пуловер не есть крыка для курточки мне нужно вот именно как кофточку пуловер снизу и без всяких воротничков я просто все обработаю вот этой тесьмой которая купила и обработаю так чтобы она лежала легла по кругу аккуратненько и повсюду пройдусь просто тесьма никаких карманов ничего это будет вот именно как пуловер под под всякие куртки одевать легенькую такую тепленькую стопроцентную длину воля ручную стирку нужно если будем стирать табу рук руками стирать ну и сейчас я буду делать чтобы эти швы не все толстые были я буду опять накладным швом проходите все буду шить на простой машинке все делать накладным швом чтобы вот именно аккуратненько как раз пошивальной машинкой у меня есть распорчивание машинка но я вот сделаю это серьезно вот двойным слоем таким вот и пройдусь сейчас ну вот показываю просто вот это выкройка которая очень часто выставляю вам везде это базовый пуловер выкройка снапли попробуйте очень классная выкройка можно вот как базу брать и по базы база моделировать да вот она ровно сделана да здесь бюнтин запланирован да я его по всей длине плюс добавок тоже хочу подлиннее чтобы она подольше держалась у нас из-за 9 я чуть-чуть закруглила вниз вот я сделала два сантиметра на сколько там на глаз я делала даже не считала сантиметра и плюс такое закругление и чуть-чуть здесь добавила тоже тоже по краю я пройдусь тесьмой ничего ничего не буду обрабатывать будет она просто загибаться и будет такая тепленькая кофточка вот сейчас будет быстренько это шить беру вот эту строчку у меня вот такая она видите я сейчас сделала маленькую пробу показать вам и она шьет вот так смотрите на счету с двух сторон как распоршивальной машинки и очень удобно потому что она и эластич и не рвется и и ткани тянет пытаюсь сфокусировать вот она строчка здесь она у меня вот так выглядит вот это черненькая тогда я ставлю у меня на стреч вот он стреч стоит на самый-самый стреч и вот включая вот эту темненькую настройку и вот у меня вот такая получается красивая строчка здесь было без стреч настройки она делала зигзагом здесь вот такой красивой строчкой этой строчкой я сейчас буду накладным швом так прикладывать две слоя и она будет очень тоненькая прошиваться вы видите сейчас покажу ну вот друзья красота какая и 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 Субтитры создавал DimaTorzok C'est pas le soleil qui s'en va, le jour qui passe C'est la nuit qui nous appelle, son rythme nous entraîne Et si les étoiles se révèlent à nous ce soir Peut-être qu'on les attrapera avec un peu de notre espoir Prends ma main, la nuit est à nous On ne s'éveillera que pour l'autre de nos plus beaux jours Que cet instant dure des heures, oublie le reste et n'ai plus peur Dans ce moment, rien ne sera qu'en avant Prends ma main, car la nuit est à nous On ne s'éveillera que pour l'autre de nos plus beaux jours Que cet instant dure des heures, oublie le reste et n'ai plus peur Dans ce moment, rien ne sera qu'en avant Prends ma main, la nuit est à nous On ne s'éveillera que pour l'autre de nos plus beaux jours Cet instant dure des heures, oublie le reste et n'ai plus peur Ce moment, rien ne sera qu'en avant Prends ma main, n'ai plus peur Cet instant dure des heures, oublie le reste et n'ai plus peur Cet instant dure des heures, oublie le reste et n'ai plus peur Cet instant dure des heures, oublie le reste et n'a plus peur Cet instant dure des heures, oublie le reste et n'a plus peur Cet instant dure des heures, oublie le reste et n'a plus peur À l'année, c'est un autre, c'est beau Tchaque-un est, ce dès chapter 4 время уходит на это. Я вот люблю быстро шух, прошел со машинкой и все. И ничего не надо же булить. Видишь, я уже рукой гели влажу сюда, что надо же булить до середины, с другой стороны подхватывать. Приходится иногда тоже такое делать. Потому что она просто, когда я сейчас буду нашивать, зашивать это не пройдет. Первую кофточку уже сейчас за час где-то уже полчаса прошло и я уже почти кофточку сделала и сейчас еще по кругу пройдусь этой тесьмой. Будет очень тепленькая кофточка шерстяная, прям как вязаная. Знаете, такую ткань очень красиво можно вышить. Она очень плотная, очень красиво можно вышивать. Кто умеет вышивать, может 100% красиво вышить. Маму попросите. Я вышивала когда-то в моей жизни, когда девочка была маленькая. Сейчас уж не помню, как это делать. Можно на ютубе смотреть, но я как-то, знаете, могу маму спросить, если что она может. или я сделала свою аппликацию, просто на шью и все. Можно все делать. Можно и простую купить аппликацию, тоже нашить или вырезать своим вот этим набором, который я сделала, цветочки вырезать. Сделать такие аппликации тоже можно красивые. Ну, сейчас я... Вот такая базовая будет кофточка. Как вязаная, знаете, кто может вяжать? Ну, она, знаете, вот это будет долго держаться очень. Почему я взяла вот именно нейтральные цвета? Потому что их легко потом продать. Они спокойно, можно их продавать. Эти базовые цвета, они продаются легко. Бежевые, серенькие. Вот, как раз уже Ольки не хватило до конца. Совсем почти. Так, вложить надо, то она не распустится. Как-то у меня руки горят. Как только вот такую красивую ткань покупаю, сразу мне надо что-то шить. Ну, вот сейчас буду это все прострачу. Видите, вот сейчас, если я выверну в другую сторону, тогда она будет лучше держаться. Я могу спокойно прострачить. Ну, вот такая кофточка вышла у меня. Красивенькая такая. Легенькая, тоненькая. Ну, и теплая. Теперь мне нужно пройтись с одной тесьмой. Взять полностью по кругу разложить. Рукава мне нужно будет прошить такую тесьмую. По кругу вот так буду сейчас ложить везде. И буду проходить по кругу везде. Виноглы не будут. Мне вообще вот так просто по кругу сделаю. Везде сделаю так закругленную. И все. Будет такая, знаете, как балан. Балан такая. Начну с рукав. Рукав, чтобы она была аккуратненькая. Здесь у меня, кстати, уличка такая ажурная. И красивая такая. Спинку в первую очередь. Впереди. В сторону спинки надо начинать. Она распускается, поэтому аккуратно-аккуратно ее надо прошивать. И она не стретч. Поэтому тоже надо смотреть, сколько свободы будет. И здесь вот серединка есть, и можно разбегать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, друзья, что мне вышла такая красивая кофточка на пугови... Ну, не на пуговичках, на кнопочках я сделала, видите? На кнопочках вот такая тёпленькая флиз яка. Знаете, она мне обошлась 20 евро. Конечно, сейчас два часа я ещё, может, посидела. Ну, чуть меньше, чем два часа. И за 20 евро настоящая стопроцентная шерстяная флиз яка. Ну, это как флиз. Мягкий очень. Вот такая красота получилась. Конечно, я могла бы сейчас... У меня ещё остаток есть вот этой обработки. Я могу сейчас спокойно сюда пришить красивые кармашки обработать. Тоже было бы очень красиво в полокаже. Оказать могу. Но, знаете, я сейчас думаю сделать, не делать. Остатки ткани у меня есть. Всё, по идее, есть. Не знаю. Хочу сейчас заморачиваться этим или нет. Хотела просто сделать тоненькую, вот именно тоненькую, чтобы её одевать под всякие тёплые одежды. Вот именно как вязаную кофточку снизу одеть, знаете? Конечно, мне не хватило вот этой тесьмы здесь ещё внизу по кругу. Могла бы ещё по кругу везде сделать. Но пришлось вниз вот таким распошивальным швом расшивать. Такая кофточка тёпленькая, мягенькая. Рукавчики такие красивые. Их можно заворачивать, носить побольше, подольше. Скорее всего, всё равно подворачивать придётся. Но эта кофточка нам на 2-3 года хватит 100%. Потому что эта ткань, она очень эластичная во все стороны. Она вот с резервами. Это хорошую, много поносим мы её. И, конечно, ноская ткань хорошая. Люксорная ткань. Вы знаете, это вот 20 евро обошлась такая красота. Вот можно представить себе. 20 евро вы можете купить просто в магазине искусственную. Вот мне она очень нравится. Не знаю, ещё буду карманы делать или нет. Посмотрим, как она будет нужна нам. По идее, знаете, начну карманы делать. Она будет туда всё подряд складывать. И грязь, и песок, и всё. Поэтому вот как-то неохота. Но здесь вот можно красиво сделать вышивку, допустим. Тоже очень красиво будет индивидуально. И, знаете, как-то красивее будет. Ну, я не знаю ещё. Ну, вот такая. Сейчас буду такое же делать из серой ткани для моего сыночка. И будут у нас одинаковые такие. Знаете, похожи на Баварию, знаешь, такие. В Баварии такие, знаете, ещё. Сделайте ещё, знаете, коричневые штанишки. Из-за какой-нибудь там цветочек баварский. Вот это Октоберфест. Или, знаете, эти... Сердечко с клеточкой можно вышить сюда. И будет супер такой для Баварии, знаете. Тоже класс будет. Прикольно, мне нравится. Кнопки. Обязательно хотела кнопки. Потому что это вот именно самый лёгкий вариант. И когда вот сейчас у меня вот эта тесьма здесь, то, конечно, она не будет рваться. Потому что вот эти кнопочки, они бывают, если на тонкую ткань накрепишь, то она бывает раздирает ткань. И поэтому сейчас как раз толстенько здесь. И не хотела, не хотела я сшивать здесь, сделать такой бортик. Наоборот, и вот хотела сделать такую тоненькую курточку. Типа тоненькую. Вот сейчас у них есть дождевики такие, которые одевают. Они более-менее тонкие. Если одеть вот такой снизу, то будет, конечно, класс. Из таких можно ещё леггинсы классно сделать. Они во все стороны тянутся. Это прекрасные леггинсы можно сшить. Подумаю ещё. Может, куплю ещё ткань. Сделаю ей штанишки или леггинсы такие тёпленькие. Очень красивый костюмчик. Мне... Я вообще обалдею. Я люблю такое вообще. Люблю, люблю, люблю. Когда вот такое вот натуральное, без всяких-всяких. Вот, знаете, вот большой фанат вот таких натуральных вещей. Надеюсь, вам понравилось. Я обязательно выставлю в Инстаграме фотографии. И как вышла ещё у Микушкина кофточка, обязательно сделаю фотографию. Выставлю её в Инстаграм. Посмотрите. В Инстаграме подписывайтесь. Вот такая красота. Давай посмотрим. Горяч � quantum вравой� Субтитры подогнал «Симон»